Хей, привет, я Рома, вот это Роза, второй персонаж из Натсу Берри, первого можете вон там в восклицах посмотреть. Сегодня, когда нам осталось несколько дней до взросления, нам пора сосредоточиться на её карьере. По правилам этого челленджа Роза должна стать политиком, а для того, чтобы стать политиком, нужно быть хорошим оратором. А это означает, нужно сделать очень много видео, чтобы прокачать наше обаяние, опять-таки платить по счетам в нашей довольно хорошей квартире. То есть вот это вот она снимает, будучи подростком. Ну и как любому политику, Розе нужно стать довольно популярным персонажем. И всё это отсылает нас вот сюда, в эту прекрасную комнату, в которой мы будем делать сегодня тонны видео, становиться популярным персонажем, увеличивать наш доход, прокачивать наше обаяние. И вообще, вы увидите, как романтический подросток, который увлекается мальчиками и девочками, становится великим и ужасным политиком. Её первые шаги. Надеюсь, сегодня я угадал с темой видео, потому что каждый раз, когда я начинаю это делать, ролик оборачивается чем-то случайным. Есть ещё причина, по которой я не трогаю романтическую часть сегодняшней выпуски. Во-первых, задачи далековаты от подростковых. Нам нужно сбежать со свадьбы слишком рано. Нам нужно выйти замуж, будучи уже престарелым персонажем. Как вы понимаете, подросток это не престарелый. Логика. А также нам можно иметь только одного ребёнка. Когда ты начинаешь карьеру в политике, будучи подростком, наверное, не стоит заводить ребёнка так рано. Но и её жизненные цели. Посмотрите, целоваться с десятью персонажами. Нам нужно найти ещё восемь человек, ещё восемь подростков и прокачаться с ними до того уровня, когда мы сможем их поцеловать. За три дня? Я думаю, это нереально. Кто звонит? Минт Берри ушёл из жизни? Вот это нас перебили. Оу. Это вот в начале выпуска, когда я вот так вот сделал, и там вылезла подсказка. Я говорил, что первый персонаж этого поколения, вы можете его просмотреть. И вот сейчас отличное время, чтобы пересмотреть и увидеть, как он жил. Да, жил. Потому что только что он умер. Что ж, я говорил, что серия будет не про любовь. Серия начинается с смерти отца нашего персонажа. Да, потеря родителя. Давайте поедем к нему. Иронично, что в это время она смотрит комедийное шоу. Помните, что я сказал несколько секунд назад? Надеюсь, сегодня я угадал с темой видео, потому что каждый раз, когда я начинаю это делать, ролик оборачивается чем-то случайным. Так оно и произошло. Берри. Осталась одна Зои. Самое тупое, что приходится скорбить здесь, перед входом. Потому что я закрыл дверь от всех, кроме тех, кто проживает в этом доме. Да. Здесь, кстати, роза выросла, если кто-то не видел серии, которые были до этого. Здесь Минт работал. Мы собрали огромную коллекцию. То есть мы вообще собрали все элементы. Это было просто заноза в задницу, но мы это сделали все равно. А также стали самым великим ученым на свете. И мы не можем зайти. Ну, подойди сюда хотя бы. Как ее позвать? Эй. Псс. Иди сюда. Иди сюда. Эй. Псс. О, мы ее выманим. Ага. Ага. Иди, иди. Нет. 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 Что ты делаешь? Какие... Ты че? О, вот. Отлично. Да, они все очень грустные. Ладно. Знаете что? Давайте не будем грустить. Давайте будем потихонечку... Эээ... Да. Мы, оказывается, не можем веселиться, когда грустим. Да. А тут еще день признаний в любви. Грусть грустью. Зои, пора на работу. А знаете что? Нам же писали неплохую идею. Честно, ребят, извините. Я не помню, кто это предложил. Но предложение было таким. Давайте собирать урны умерших персонажей из предыдущего поколения. И вместе мы соберем человека, который в десятом поколении будет хранить всех своих предков. Это будет офигенная история. Если мы пройдем таки весь челлендж, это будет невероятно красиво. Ну, насколько вообще могут быть красивыми трупы в вазе. Но, я думаю, вы уловили суть. Надеюсь, ее мама не обидится. В смысле? А как нам урну... Да что... Ладно. Давайте поставим надгробие в квартире. Я думал, урна будет аккуратненько стоять рядом с телевизором. Угу. Да. Кайф. Как нам это хранить? Идея была шикарная. Честно. Кто это предложил, не знаю. Но чисто гений. Но Sims, как обычно, все портит. Нам что, тупо могилу оставлять здесь, что ли? А, вот для чего была эта закрытая комната. Ладно, будем хранить это в багаже. Получается, мы просто украли трупу матери. Боже мой, что за начало серии? Она еще и очень игривая при этом. Вы понимаете, мы вообще за психопата играем. Ладно, надо остудить градус неадекватности. Давайте запишем небольшой блог. Комедийный. О, нет, у нее еще истерика. Вторая смерть за минуту. Серьезно? Понимаете, у нее сегодня умер отец. А она в истерике. От смеха. Что с ней не так? Так, все, спокойненько, спокойненько. Вот. Нормально. Лучше очень грустная, чем истерика. Давайте хотя бы по одной смерти в день. Пожалуйста. Видеоблог грусть. Прекрасно. Мы еще и справимся со своими мыслями. С другой стороны, такая себе тема для видеоблога, согласитесь. Кто вообще бежит садиться перед камеру записывать блог, когда только что умер отец? Ну ладно. Давайте смотреть на это с позитивной стороны. Можно написать много хорошего про Минта. Я помню, что не все любят Минта. И не надо было его так любить, потому что он был пакостником. С другой стороны, он был добрым пакостником. Знаете, просто делал розыгрыши, разные шутки. Но он был хорошим ученым, который ценил свою семью. Вот Роза куда опаснее. Потому что если Минт казался плохим, дрался с вампирами, но на самом деле был довольно безобидным человеком, то Роза, которая охмыряет мальчиков, охмыряет девочек, рвется в политику быть президентом, еще и бессердечный трудоголик, который как бы и социопат. Ах да, а еще Холерик, и как только она вырастет, станет снобом. Просто потрясающая комба, не находите? Кстати, она пришла в кокетливое настроение, пока записывала видеоблог про свою грусть. А это означает, что вот так вот она сейчас записывает ролик о смерти отца, понимаете? Ладно, давайте оставим это позади и двинемся дальше к нашей настоящей теме. Да, часть ролика посвящена огромному событию, действительно огромному. Персонаж, которым мы играли очень долго, который значил для нас так много, умер. Но мы двигаемся дальше. Розе нужно делать карьеру и этого никак не избежать. Поэтому снимаем видео, публикуем их, становимся известным, становимся обаятельным и влиятельным персонажем. Как и в реальной жизни, все это занимает довольно большое количество времени, поэтому не буду показывать вам бытовуху. Переместимся дальше к экшену. Как вы любите, по хлопку. Блин, ну хотел же без романтики в этой серии. Нет, день признаний в любви сегодня и розы. Так как у нее есть романтическая все-таки где-то вот там глубоко-глубоко. Она обожает каждую из традиций, понимаете? Она хочет и быть в романтическом настроении, и подарить цветы, и пойти на свидание. Хотя у нее только что умер, блин, отец. Нам нужно сосредоточиться на карьере. Нет. Че-то ей голову снесло. Да, подросток она довольно любвеобильный. Но взрослым она вырастет великим и ужасным. Все как надо. А еще мы берем последний выходной в школе, потому что в субботу и воскресенье она уже повзрослеет. Так что, пока школа. Позавчера, получается, был наш последний день. Эй, ты куда? Работать. Да, я пытаюсь поднять ее популярность, и смотрите, чего добился уже. Она приметный новичок. Одна звездочка из пяти. Сегодня мы узнаем, скольких звездочек можно добиться, если форсировать это все. Мы усиленно... Вот реально, она только и делает, что записывает видео и выпускает видео. К концу этой серии у нас будет замечательный доход, но интересно, сколько звезд у нее будет по популярности. О, еще голосование открыто. Так как она политик, в прошлый раз она пропихнула политику «Свободная любовь». В этот раз, наверное, подумать, что такого мы можем сделать полезного, чтобы начать этот бесконечный цикл. Знаете, например, «Свободная любовь» давала нам очки влияние за романтические проявления. Мы романтически себя проявляли, получали больше влияния. И сейчас, наверное, будет провернуть то же самое. Но сначала видос, потому что квартира сама себя не оплатит. Представляете, она записывает видеоблог для детей. Я просто посмотрел то, что в тренде сейчас распаковка игрушек и все такое. Ну, в Sims. И вот она со слезами на глазах пытается веселить детей. Эх, это похоже на какой-то китайский детский труд, на самом деле. Она как рабочий на фабрике не изображает. Мы знаем, что тебе плохо. Не буду вас грузить, я почитал все политики и думаю, что жизнерадостное сообщество – это то, что нам нужно. Потому что мы будем получать влияние за прокачку таких навыков, как комедия, пакости и видеоигры. Комедия и видеоигры – это то, чем тоже будет заниматься Роза. Потому что как-то себя надо развлекать. А комедия еще, да, она не влияет в игре на обаяние. Но я думаю, вы понимаете, что обаяние с комедией – это в целом красноречие. Конечно, политик должен уметь такое. Все очки сюда. Все? Класс. Я так понимаю, мы примем эту политику. И будем становиться все влиятельнее и влиятельнее. Мы получаем уже полторы тысячи в день за видосики. Слушайте, слушайте, слушайте. Смотрите, помните в одной из серий, когда Роза была еще ребенком, она собрала всех коллег своего отца и там начинала уже толкать свои идеи. Она с самого детства знала, что пойдет в политику. И помните, я думал, что вот было бы здорово, если наши друзья проголосовали за нас, потому что в Sims нужно получать голоса, чтобы становиться все более влиятельным политиком. Я собрал вокруг себя армию папиных коллег. Было одно но. Я не хотел, чтобы они умерли до того, как мы станем политиком. Угадаете, что произошло? Да, они все мертвы, кроме этого большого бугая. Его, по-моему, вообще нельзя убить. Что это за мутант на стероидах? Теперь вы понимаете, почему Роза такая, какая она есть, великая и ужасная? Потому что все, кого она знала с детства, мертвы. Знаете, я, кстати, вот еще о чем хочу вам рассказать. Да, это не касается Sims, но есть несколько больших блогеров. Скажем так, в тройку самых классных говорящих блогеров на YouTube входят PewDiePie, JackSeptic и MarkApplyer. MarkApplyer был с красными волосами, JackSeptic был с зелеными волосами. PewDiePie когда-то по фану делал себе синие волосы. MarkApplyer объединился с другим блогером, и они год назад подумали, что если мы умрем, что бы мы хотели сделать? И они каждый день делали видео на канале, они создали под этот канал, и главная тема, они выполняли действия, которые хотели бы сделать до конца своей жизни, а через год решили устроить этот самый конец жизни. Не-не-не, никакой жести, я не про самоувидство, я про удаление этого общего канала. То есть они делали контент, собирали базу, целый год публиковали видео каждый день, там были миллионы просмотров, но основная тема была то, что помните, все смертные, и нужно наслаждаться сейчас. Они делали очень классные вещи, и сейчас, пока я записываю, у них проходит финальный стрим, который нельзя перематывать. На нем они смотрят старое видео, на нем они, в принципе, вспоминают, как это было, и прощаются со всеми подписчиками, потому что да, канал будет удален. Они запретили всем перезаливать, скачивать и сохранять видео. Не знаю, конечно, насколько это будет выполнено, но мне бы хотелось, конечно, еще раз пересмотреть эти видео, но в то же время сама суть, понимаете, что это уйдет. Просто уйдет. Они выпустили линию одежды с очень маленьким дропом, ее быстро раскупали, и то, что раскупили, они уже не пополняли. То есть у вас есть только один шанс посмотреть видео, один шанс купить вещь. И сама идея этого канала о том, что вот здесь и сейчас у вас только один шанс, по-моему, это просто гениально. Конечно, немного жаль, потому что это было весело, но окей. Да, как-то я хотел уйти в политику и говорил, что не будет романтики в этом видео, а получилось, что все про смерть. Извините. Ну, это тема, в принципе, очень объемная и очень-очень интересная. В Sims я тоже делал вообще про то, как создатели спрятали самоубийство, про то, как создатели Sims спрятали убийство других персонажей. Вон там вот по подсказочке посмотрите, очень-очень прикольный ролик, очень познавательно. Ну, а я попробую как-то вырулить этот выпуск, чтобы немного поразвлекать вас на выходных, в конце концов. Надеюсь, вы не сильно загрузились. А, черт, Роза же у нас популярный персонаж, и я тоже делал видео о популярных персонажах, о том, что у них дополнительные черты характера исключительно отрицательные, и Роза получает черту характера, прилив эмоций. Она не умеет справляться с отрицательными эмоциями, и это означает, что ее будут удаливать разные панические атаки, нервные срывы. Она будет периодически просто злиться на все подряд, и да, ее голова перестанет быть холодной. Она была холериком изначально, это заложено в ее характере, но теперь катушка просто съедет. Эй, Пучок зашел в гости. Эй, нифига он высокомерный. Ты че так ходишь, ты же до тебя островый и вообще... А-а-а, он же хочет стать плохим. Хотя он добрый. То есть вы понимаете, что за персонаж. Да, он уже взрослый, мы, наверное, будем его догонять, и скорее всего он станет нашим следующим парнем. Может быть, именно от него мы сбежим на свадьбе. Какая честь, Пучок. Но пока делать видосики важнее, как вы понимаете. Да, мне все еще интересно, насколько популярны мы можем стать до того, как будем взрослыми. Но что-то пока не похоже, что особо что-то продвигается. Мы все еще приметный новичок с одной звездочкой. Репутация, кстати, как видите, довольно положительная. То есть написано, что нейтральная, но мы все равно довольно близко к хорошей отметке. А чем лучше репутация, тем нас могут позвать на более крутую профессию. Либо просто как-то порекомендовать кому-то. И репутация здесь имеет место быть. Она нашла деньги в еде. Блин, хорошо, что она их нашла. Представляете, если бы нет, просто... И там монета. О, Глеб Тарасов хочет позвать нас на свидание. Но вообще-то ты взрослый персонаж, а мы подросток. Парень, я звоню в полицию. Кстати, я вот делаю видос за видосом, а выше одной звездочки мы не поднимаемся. И мне просто стало интересно. Может быть, подросток не может быть популярнее, чем на одну звезду. Да, если мы ребенок богатых родителей, кстати, то мы получаем часть их звездочек себе. То есть, может быть, ребенок с двумя звездами популярности. Но родители Розы не были популярны. Да, они были большие профессионалы. Мин был самым великим ученым на свете. Но популярности именно, знаете, журнальной, именно такой, ну популярности, со звездочками. Ни у кого из них не было. Может быть, поэтому Роза никак не может пробить одну звездочку в подростковом возрасте. Где черити с ее советами, когда это так надо? Кстати, прилив эмоций. Просто так стало грустной, потому что она не может с этим справляться. Все, мы потеряли контроль над эмоциями Розы. Этот неконтролирующий эмоции социопат хочет стать президентом. Потрясающе. Страна обречена на успех. Да, видите, иногда она прекращает действие. Все, что она делала, просто останавливается и начинает, допустим, реветь, если она грустная. Посмотрите на довольную Розу, которая делает ролики целыми днями, с утра и до вечера, только разговаривает и монтирует. Это все, что происходит сейчас в ее жизни. Любой подросток только мечтать может об этом. Да, ободри себя и давай записывать ролик дальше. Да-да-да-да-да. И мне кажется, что там виднеется небольшая зеленая полосочка. Значит, она все-таки может стать популярнее, чем одна звезда, даже будучи подростком, чьи родители совершенно не популярны. Но это все-таки очень и очень сложно. И так, кстати, как вы видите, я снова поменял камеру и хотел спросить, как вам это? Это вот я купил уже себе свою, эту, несколько других объективов. И вот такой картинка будет довольно долгое время. Понятное дело, что обработка, конечно, может меняться, но сама камера долгое время будет именно это. Но Роза тем временем, кстати, отправляется спать. Последний раз как подросток, потому что завтра, в воскресенье, ее день рождения. И знаете, как-то грустно получается. Минт даже не увидит свою дочь взрослой. То есть персонаж первого поколения даже не успел увидеть взрослым персонажа второго поколения. То есть он никогда не видел ее в таком возрасте, в каком мы начали играть за Минта. Понимаете, насколько быстро здесь вообще все проходит? И, кстати, на удивление те проблемы, с которыми сталкивался Минт в виде отсутствия денег. Хотя это не такие уж проблемы, у нас не было нужды в деньгах, когда мы играли за Минта. Но Розе это совершенно незнакомо. Будучи подростком, она уже зарабатывает больше двух тысяч в день. Является относительно популярным персонажем. Ну, как бы перспективным таким новичком, за которым поглядывают и живет вот в такой квартире в Нью-Йорке. Так что, я думаю, уже сейчас можно примерно сказать, что ее жизнь в целом удалась. Посмотрим, насколько эпично все пройдет, когда мы выполним все задания из этого поколения. И давайте посмотрим, каким же персонажем Роза подходит к взрослому состоянию. Каким подростком она заканчивает эту серию. Как уже до этого замечали, репутация у нее, в принципе, начинает складываться положительная. Первые кирпичики есть. А вот с популярностью все получше. У нас есть первая звездочка и небольшая вот тут вот полосочка. Мы двигаемся ко второй. Также сейчас можно уже с уверенностью говорить, что Роза получит дополнительные черты характера, манеры и ответственность. Что очень и очень хорошо. Потому что она будет моментально дружиться с персонажами другими. А также благодаря ответственности нам не нужно будет выполнять ежедневные задания в карьере. Это означает, что нам можно будет не так сильно сосредотачиваться на карьере, которая и так будет занимать 5 дней в неделю. С решением конфликтов, конечно, все не очень. Но она холерик, не контролирует эмоции и, в принципе, не разделяет эмоции людей. Но самое главное, что не в минусе и то хорошо. Ну и да, хорошие связи. Это мы успели взять. Значит, карьеру мы начнем чуть повыше, чем могли бы, если бы этих хороших связей у нас не было. И наступает лето. Вовремя. Я думаю, здесь мы эту довольно насыщенную серию и оставим. А я надеюсь увидеть вас в следующей серии. Пока, ребята.